Сегодня в Московской области начался единый день голосования, который продлится целых три дня. Такая традиция появилась у нас во время вспышки ковид. Пандемия закончилась, а трехдневное голосование осталось. Избирательные участки уже открылись. На пост претендует четверо политиков, представители четырех парламентских партий России. Кому из них предстоит управлять регионом следующие пять лет, решать вам. А в следующем номере нашей газеты мы, конечно же, расскажем о результатах выборов. Школьники получили на 1 сентября великолепные подарки – новые школы. Они настолько хороши, что родители просто зависть берет. Но при этом и радость тоже за молодое поколение. Ведь наконец-то решаются проблемы перенаселенности классов. Исчезают из практики образовательных учреждений вторые смены. Огромную на 2200 учеников школу в микрорайоне «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа открыли Владимир Путин и Андрей Воробьев. Школу назвали «Багратион» в честь героя войны 1812 года. Пристройка гимназии 14 – это на самом деле полноценный школьный корпус. Да, она размером скромнее, но радость ее появления вызывает не меньше, чем новая школа «Багратион». А просто потому, что в перенаселенном пятом микрорайоне города Одинцова остро не хватало мест за партой. Хотя строители еще продолжают завершающие работы вокруг здания, главная задача выполнена. Вторые смены в этом году будут отменены. 3 сентября у Одинцова прошел день города. Погода выдалась не очень, накрапывал дождь, но ни участники, ни зрители не унывали. Они продолжали петь и танцевать, даже под зонтиками. Одинцовская неделя дает отчет о празднике на своих страницах. В Жаворонках аплодировали музы и зрители. 10 лет исполнилось театральному центру. Эта сцена знаменита тем, что стала кровом для замечательного молодежного театра «Крылья». Вначале студенческого, затем народного, а с нынешнего года уже профессионального. Причем это не просто театр, это и студии, и кружки для молодежи и ветеранов. Сцена в Жаворонках доступна всем. Обзор новых законов, входящих в силу с 1 сентября, подготовила для читателей Тамара Семенова. Один из них федеральный, касается практически всех, потому что меняются правила продажи лекарств. Другой, региональный, устанавливает правила выгула домашних животных. Кстати, о домашних животных. В лесном городке местная жительница нашла и выходила больного умирающего бельчонка. Теперь он живет в квартире и радует свою хозяйку веселыми проделками. Соцсети бьют тревогу. У пассажиров очень много нареканий к работе общественного транспорта. Едва ли не каждый день появляются новые сообщения об очередных сбоях на маршрутах. Что происходит? Мы решили обратиться к специалистам-транспортникам. О происшествиях. Наша газета уже сообщала о стрельбе в СНТ «Тихая Дубрава». Погиб человек, а владелец дома получил ранение. Сотрудники полиции расследующие дела выяснили, что стрельба началась после драки. Кинопродусеру Гранту Полагаеву предъявлено обвинение в убийстве. И еще одно раскрытое происшествие. В Одинцову был избит 14-летний мальчишка. Личность правонарушителя уже установлена. Теперь ведется его розыск. Вот такие у нас сегодня новости. Все подробности вы можете прочитать на страницах Одинцовской недели, если возьмете наш свежий номер фирменной стойки распространения. Или зайдете на адрес электронной версии газеты. Вот он для вас на экране.